Приветствую любителей турбо реактивной тяги! Сегодня у нас стокарка, друзья. Будем доводить до ума третий реактивный двигатель. Пока что на данный момент самый злой двигатель из получившихся это вот этот. Он выдает на постоянной основе 0,8 килограмма тяги. Практически килограмм. И при этом он отлично работает. Температура невысокая 590 градусов, даже не 700 и уж тем более не 800. Ну а вот этот он хочет заработать, но у него не получается. Температура растет, но турбина не справляется с компрессором. Не может поддерживать давление в камере сгорания. А камера сгорания, между прочим, очень даже неплохо работает. Поэтому было принято решение переделать весь входной тракт. Сделать более приближенно к мотору, который работает. Видите, здесь вход поменьше. Эту крыльчатку легче крутить. Турбина нужна менее мощная и она спокойно справляется. И в итоге мы получаем рабочий мотор. А здесь просто чуть-чуть не хватает мощи у турбины, чтобы раскрутить компрессор. Видно, что после прошлых запусков цвет анодирования немного изменился. Я думаю, даже можно пленку снять и посмотреть, что там под ней. Посинело слегка. Зато видно, что движок был в работе. Придется делать полную разборку и перетачивать две детали. Саму крыльчатку уменьшать и делать под нее диффузор новый. Благо, это не самые сложные детали. Поэтому все должно быстро пройти и безболезненно. И сегодня же мы будем стартовать опять. Ух ты, какая красивая картина. Видно, что камера сгорания полностью работала. Вот здесь есть какое-то пятно нерабочее. Не знаю, с чем это связано, но вот здесь вот видите, все прогревалось. Это классно на самом деле. В камере сгорания претензий не было, все горело внутри. Самое неприятное, это заново просверлить соос на все отверстия. Ну а из приятного то, что есть диффузор для образца. Когда есть образец, точить гораздо проще. Ну и крыльчатку вот эту обточить, наверное, сниму миллиметрик со всех сторон и вот здесь тоже уменьшу на миллиметр. В общем, все уменьшу на миллиметр. Она будет под меньший расход, но под большее сжатие. Есть в наличии более современный вариант. Здесь, как видите, носик потоньше и вообще более ажурные лопаточки, более тонкие. Но конфигурация точно такая же, то есть вот сюда подходит. Точно так же. Когда-то в свое время я очень хорошо научился чувствовать карбюратор, отлично его настраивать. Здесь система та же самая. Если прочувствовать движок, то уже начинаешь понимать, как его настраивать. Для начала делаем оправку под крыльчатку. Затем нагреваю и вставляю крыльчатку. Вот, до конца вставилась, остынет, обожмется, будет держаться при обработке. Теперь обтачиваю крыльчатку. Примерно так, строго на глаз, как обычно. Пробуем снять, лучше нагреть. Вот она какая получилась. Отверстие гораздо меньше входное. Да и сбоку она поуже. Так же у нас синх dessus. Ахахахаааааааааа!!! Продолжение следует... Красота! А теперь немного измерений в трубнодоступных местах. Измеряем эту стенку. Два с половиной миллиметра. Измеряем вот здесь. Один миллиметр. Вот здесь. Один миллиметр. Отлично! Хотя не знаю, может быть еще стоит чуть-чуть облегчить. По-моему вот это полегче. Просверлил все отверстия и предварительно подсобрал двигатель с корпусом. Проверил, чтобы все сходилось. Здесь выяснилось два косичка, ребята. Не без этого. Так получилось, что корпус теперь на пол миллиметра дальше стоит. В итоге вот эта часть тоже дальше станет и будет ближе к турбине. Но это и хорошо. Она на самом деле далеко была от турбины и ее можно двигать аж на целых полтора миллиметра вперед. Это даже лучше, ближе будет к выходу струи. Ну а второй косичок не очень хороший. Я здесь закруглил. Но оказалось, надо было чуть-чуть дальше начать закруглять. Теперь крыльчатка, она подтарчивает получается, к сожалению. Но это уже никак не поправить. Либо заново вытачивать вот эту всю деталь. Получается где-то миллиметр крыльчатки будет с низким КПД работать. На самом деле это не так страшно, потому что вся остальная крыльчатка исключительно плотно прижимается. Посмотрим, как это будет работать сейчас, друзья. Собираю все обратно полностью и будем стартовать. В общем-то я готов. Ты готова? А вы что думаете по этому поводу? Заработает эта штука или нет? Стартуем! Хотелось бы выйти на нормальный человеческий режим работы без всяких перегревов. На одном двигателе у меня уже получилось. Здесь сделал что-то подобное. Должно и здесь получиться. Если не получится, друзья, значит я вообще ничего в этом деле не понимаю. И еще пока что не разобрался ни капельки. Итак, посмотрим, разобрался все-таки или нет. Пошел газ. Пошла раскрутка. Пошел газ. Пошел газ. Пошел газ. Пошел газ. Продолжение следует... Масла очень жестко, 660 градусов всего лишь, тяга 260 грамм при этом и 0,4 бара давления. На самом деле очень круто, ребята. Рискну и добавлю газа. Температура не поднимается особо. Продолжение следует... Что-то произошло, друзья. Работало классно. Я думаю, что произошло из-за балансировки. Что-то где-то цепнуло. Балансировку я нарушил компрессора. Но тем не менее, я считаю это своей победой. Движок запустился и самое главное, он начал работать так, как я того хотел. Давление повышалось в компрессоре, то есть до 0,8 бар дошло и тяга, соответственно, росла. Ну вот здесь 540 грамм пока что. Скажем так, можно и добавить, я думаю. Давайте попробуем еще раз запустить аккуратно. Посмотрим, у меня аж руки трясутся. Работает ли он до сих пор или уже нет? Видите, хотел больше добавить, но вот что-то пошло не так, как обычно. Очень хорошо дросселируется двигатель. Так, нереально круто. Двигатель работает именно как двигатель, то есть он и дросселируется. При добавлении топлива автоматически добавляются обороты. При снижении они резко снижаются, потом добавляем и он ускоряется. Режим малого газа, то есть уверенного самоподдерживания у него где-то на 0,3 барах. С 0,3 бар он стартует очень хорошо и ускоряется. После 0,8 бар эта тяга была где-то 0,7 килограмм. Произошло касание одной из крыльчаток, я это услышал и резко убавил. Скорее всего компрессорная крыльчатка, потому что я ее обтачивал и теперь ее нужно балансировать. То есть именно в таком виде, в собранном, скорее всего нужно нести и делать балансировку. Ну а так все работает, друзья, просто супер. Надо проветривать помещение теперь. Задымил я здесь, но хорошо выдувается, струя плотная. Хоть и без сопла, не могу понять почему, но без сопла тянет очень даже хорошо. А с соплами они пока что не работают, хотя этот я не пробовал. Поверяю. Регип. Поверяю. Регип. 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 Продолжение следует... Даже с соплом стартует. Надо же, как резко всё начало работать. Ну вот они, ребята, все три красотки. С разными крыльчатками теперь абсолютно. Вот эта самая маленькая. Эта самая маленькая. Ну а здесь самая большая и она не работает. А вот эти две уже очень дерзкие. 0,8 килограмм тяги и 0,5. Больше не даю, потому что балансировку я нарушил. И теперь не знаю, как отбалансировать. Вот эту крыльчатку труднее отбалансировать, нежели эту. Потому что здесь и статическая достаточно, она плоская. А эта еще и в длину выступает сильно, поэтому нужна динамическая. И вот он виден тот косяк, о котором я говорил. Кстати, на работу не влияет, давление создает адская крыльчатка. Но видно есть зазорчик. Щель буквально на пару миллиметров в глубину уходит, а дальше идет без зазора. Я так понял, сильно не сказывается. Потому что основное давление создается именно вот там, в той части. Да, друзья, вот это опыт ценнейший я получаю. Я просто в шоке, просто в шоке. Это что-то нереальное. До сих пор не могу в себя прийти от того, что получается. Вы только вдумайтесь, я сделал турбины, практически просто их выпилил. Выпилил из кусков металла. Вот это самое страшное, которую в принципе любой спокойно может сделать. С первого раза. И то она отлично работает, не говоря уже про эту. Ну а с этой надо что-то делать, пока не работает. Хотя самая красивая, видите, самая гладкая. Больше всего уделил я ей внимание, но по иронии судьбы именно она не работает. Странно все это. Ну вот, получается, я разобрался, что нужно делать, чтобы они все-таки начали работать. Крыльчатка была великовато. Не смогла турбина промаслать компрессорную крыльчатку и пришлось ее уменьшить в объемах, чтобы она создавала большее давление при меньшей нагрузке на нее. Но она прокачивает меньше воздуха. Но, как видите, хватает. Давление создается даже сверх большое. Мне кажется, здесь надо бы поменьше, потому что тяга уже перестала особо нарастать. Но это особенности соплового аппарата, который я установил. Сопловой аппарат получается с малым проходным суммарным сечением в итоге получается, что просто не продавливает. Горит внутри, но из-за этого большая экономичность. Я чувствую, что мало газа тратится на это. Ребята, если вам интересна тематика самодельных турбореактивных двигателей, обязательно поддержите этот видос лайком. Так я буду понимать, что вам это все еще до сих пор интересно. Потому что если не интересно, мы будем экспериментировать и делать всевозможные разные другие штуки. Добиваться интересности другими путями и делать другие видео. Хотя, как вы видите, я и так другие видео делаю. Ну что уж поделать. Интересно все на самом деле и турбинки требуют очень большого внимания и очень большой вашей поддержки. Если только поддержка пропадает, все, без поддержки тяжко становится, ребята. Так что поддержите. У меня на этом все. Подписывайтесь также на канал, кто не подписан. Всем пока, до новых встреч.